Профессор Я приглашаю вас в мир оптического зазеркалья, где многие известные вещи, казавшиеся на бытовом уровне тривиальными, предстанут перед вами в совсем ином свете, в свете современного физического понимания. Это будет непростой курс, это будет курс введения в квантовую механику, поскольку главным действующим лицом курса, посвященного оптике, будет ультрарелятивистская элементарная частица по имени Патон. Велкам в мир современной волновой оптики. Неравенство гаши с любимых бунт слетает, в строю рядов фурье. Тревога и печаль кого-то каждый год Списфака отчисляют И поезд их бесет В сиреневую даль Я помню все слова Тех лекций, где мы были Хоть чаще были вы А я все чаще нет Еще один вопрос Пока не завалили Еще один вопрос А лучше бы билет Еще один вопрос Пока не завалили Еще один вопрос А лучше бы билет Сва Alerts Ну и чтобы закончить разговор про электромагнитные монохроматические решения я хочу рассмотреть последний тип решения монохизматического, это так называемые сферические волны. Пока мы с вами занимались плоскими волнами, которые описываются в функции метиприсинуса и метиприсинуса. Конечно, можно было выбрать не прямоугольную геометрию, а круглую, электрическую, гиперболическую, только там решение будет не в виде синусов, а в косинусов, а в виде других функций, которые называются специальными функциями от физики. Ну и на самом деле для большинства геометрии придуманы свои удобные наборы функций, которые хотят работать. В прямой угольной геометрии лучше всего работают синусы. В других геометриях другие функции. Сами понимаете, для того, чтобы получить плоскую волну, надо сделать бесконечную плоскость, в которой синхронно и когенетно должны колебаться много-много электронов. Ну это хорошо, когда у нас светит целая бесконечная плоскость, но понятно, что это мало, гораздо чаще светится точка или почти точка. И поэтому хочется поговорить не о плоских волнах, а каких? А сферических, если бы там не сферических. Ну поэтому, наверное, от координат x, y, z хотелось бы перейти к каким теперь координатам? И для начала заняться истинно сферическими электромагнитными волнами. Где е, которая от rt, на самом деле е от модуля r, а от углов не зависит. Это истинно сферические волны, когда у нас все зависит только от расстояния от какой-то точки. То есть мы хотим искать решение в виде е от модуля rt. Но мы будем тоже его искать в виде монохроматической волны. Это будет e от r на e в степени минус e амилю r. Ну сами понимаете, что в уравнении эталом амбера единица на c квадрате d2 по dt дважды минус лопло си а, надо будет теперь перейти от дифференцирования по x по x по z к дифференцированию по f. Ну делается это очень просто. d по dx это на самом деле dR по dx. d по dr. Или d, а r это что такое? Это корень квадратный из x плюс y плюс z в квадрате по dx на d по dr. Ведь если у нас е зависит только от модуля r, нам удобнее перейти к дифференцированию по модулю r. Просто сделать заметно переменным дифференцированием. Ну давайте продифференцировать так. корень квадратный из 1 по 2 по d в знаменателе. А подкоренное выражение даст 2x на d по dr. Поэтому d по dx это будет так. Это x делить на r d по dr. Ну а d по dy что будет? y на r. Но нам придется еще сосчитать теперь что? Вторую производную, чтобы 1 раз в 2 классе не сосчитать. Дальше надо будет сосчитать d2 по dx2. Я не буду считать, целью считать. Морочно. Тут произведение трех функций зависящих. Тут ведь функция еще стоит. Поэтому здесь x переменная делить на r на результат дифференцирования функции. Поэтому надо сперва по x продифференцировать. Тогда что будет? 1 делить на r d по dr. Потом надо x оставить в покое и что дифференцировать? 1 и r. А потом надо x и r оставить в покое и дифференцировать то, что стоит. Будет d2 по dr в каждом. Понятно, да? Это надо сосчитать. И потом сложить по x, по y и по заде. Посмотреть, во что превратится уравнение 2 в r. Если это сделать, то уравнение 2 в каждом превратится в следующую вещь. 1 на c в квадрате d2 по dr дважды на e от rt. Теперь r уже не векторная. А от оператора логласа будет минус 1 на r d2 по dr дважды от r умножить на e в степени от rt. Равно 0. Вот такая же. Ну это просто чисто арифметически. А теперь смотрите. Это r. Можно перенести сюда. Ведь r можно тащить под частное производство. И тогда у нас получится так. 1 на c в квадрате d2 по dt дважды от r на e минус d2 по dr дважды от r на e равняется 0. Ой, а чего у нас с вами получалось? Мы же еще 1 на 2. Это? Да. Так я r сюда перенял. Смотрите. Если ввести новую функцию f равную r на e, то для новой функции f получилось уравнение. 1 на c в квадрате d2f по dt дважды минус d2f по dr дважды равно 0. С чего это нашло? Обычное однородное уравнение до ламбера. Только скольки мерное? Одно мерное. Одно мерное. И тогда понятно, что для f получается решение. f от rt это c на e в степени и k r минус омега t. Но теперь здесь стоит не скалярное произведение векторов k на r, а просто произведение числа k на число r. и так далее. Легко видеть, что это решение такого уравнения. Некоторые студенты, там нашелся препод, которому до 65-ти он ужасно не хочет вести очные занятия. И он им стал вести семинары удаленно. И стал им задавать удаленно тесты. Каждому своему. Понятно, что это студентам не понравилось. И они стали катить на него почку, что он не имеет права вести удаленно занятия. И стали требовать их организовать к ним занятия неудованные. И мне стали катить эту почку на этого преподавателя. Но преподавателя тоже мне не очень нравится. Я ему говорю вот так, а он говорит. А я им задал задачу. Они же просто не хотят задач решать. Вот я им задал задачу. У студента я говорю, вы напишите мне письмо официально с подписью. Я им в ответ пишу. Насколько мне стало известно. Да, заданное удаленно... Да, они говорят, что мы хотим изучать квантовую механику на высоком уровне. А этот преподаватель Сачок нам ее удаленно. Калтуру будет. А мы-то хотим. Да вдруг они все так силы имеют. Ничего я им не хочу. А он мне в ответ пишет, что вот то задание, которое он удаленно написал, им дал. Только два студента из всей группы что-то прислали. Причем прислали им бред, но хоть что-то прислали. Остальные уже ничего. Но я, естественно, ему отвечаю. Говорю, а я разделяю ваше мнение о том, что квантовую механику надо изучать сверхно, я бы даже сказал, страстно. И в связи с этим у меня возник вопрос. Вот этот преподаватель вам задал задание. И только два человека, которые пусть его не решили, но они стали решать. Я думаю, что этим людям можно организовать точные занятия по квантовой механике. А остальные, пожалуйста, напишите мне все объяснительные записки. А почему вы не стали решать экзамен по квантовой механике? И все эти люди будут сдавать экзамен по квантовой механике. Я заодно посмотрю, как преподаватель вас учит. Этот преподаватель нам со стороны категорская. Вот, узнаю, как преподаватель вас учит. Узнаю, как вы. Ко мне прибежал староста, который все это реализирует. Говорит, вы что делаете, они ж меня и забьют. Я говорю, ааа, ты, бать. Я говорю, а вам я рекомендую взять железку и по зубам, по зубам взять что-то. Я говорю, а мне лень у вас у всех экзамен принимать, если половина из вас будет его сдавать удовольствие на полицию. За счет ваших выяснить разбор. Я буду только ответить, так что теперь выясняйте, кто виноват. А теперь вспомним, что F это что такое? E делить умножить на F. И таким образом решение такого упражнения будет выглядеть так. E от модуля RT, это есть некоторая константа, делить на R, на E в степени I, плюс-минус KR, минус омега D. Что будет поверхностью постоянной фазы у таких умножек? Множество точек R, только здесь не вектор, а модуль R, таких, что модуль R, есть константы. Это что такое? Это сфера. Что со временем эти сферы будут делать? Если мы здесь возьмем плюс, то время бежит, и эта слагаемая растет, они будут раздуваться, это плюс. Ну, чтобы константа была пазна, время бежит, увеличивается эта слагаемая, чтобы это должно расти. Такие волны будут раздувающимися, такие волны называются расходящиеся волны. А если мы здесь минус возьмем, это подосходящиеся. При этом у сферических полон их амплитуда с радиусом будет уже не константа, как у плоских полон. А что делать? Как единица, да? А интенсивность? Квадрат модуля амплитуды? Единица на первом квадрате. Поэтому сферических полон интенсивность спадает, как квадрат расстояния. Что используют астрофизики для оценок расстояния до галактика? Они видят, что галактика еле светится, а они говорят, а-а-а, значит, она далеко-далеко. И от нее еле пришло. А на вопрос, а может быть, малые уходили? Уходили, что малые? Да нет, они, наверное, все одинаково светятся. А почему одинаково? Иначе на диссертацию я не помню. Ну давайте предположим, нет, самое главное, я имею право на гипотезу. Ну конечно, не видите. Только тогда называете эту гипотезу. А потом из этой гипотезы получается большой взрыв. И уже слово гипотеза. Ну да, действительно, у сферических пол единицы на r поле должно спадать единицы на r квадрат и 1. Вот мы получили спад интенсивности для точечного источника. Вот если есть точечный источник, то от него разбегаю к столу или сбегаю к стрельбу в виде таких сфер. Смотрите, я как-то все списал векторы, а потом вдруг взял и векторы писать пересыл. Так могуча. А вы проплатили. А я перестал писать векторы. Потому что с векторами ничего бы не получилось. Знаете почему? Мы пытаемся строить решение, которое не зависит от углов. Поэтому и в этой точке, и в этой точке, и во всех точках, на расстоянии вверх, оно должно быть одинаково. Так вот для скалярных волн, у которых нет вектора, или для продольных волн, для которых вектор поле смотрит вдоль направления распространения, такое решение можно построить. Такие могут быть акустические волны. И такими могут быть продольные волны. А скоперечными плохо. Ведь эти сферы разбегаются во все стороны. И требования дивергенции Е в вакууме равно нулю требуют, чтобы поле смотрело перпендикулярно направления распространения. Но вот пусть все раздувается. В эквотериальной плоскости куда смотреть поле, чтобы во всех направлениях оно было одинаково? Ну вот так, наверное, да? И тогда это поле не будет зависеть от углов. Ну и здесь так. А на поле все куда идут? Ведь поле должно быть одинаково во всех направлениях, если мы хотим получить истинно сферически симметичное решение. И вот, господа, нам не хватает размерности пространства для такой волны, чтобы подберечной волне было туда смотреть. Поэтому истинно сферических электромагнитных волн не было. Акустические бывают, а электромагнитные не бывают. Поэтому это все хорошо для акустических волн и для продольных волн. Но в некоторых случаях мы с вами увидим, только никому не говорите на каком-нибудь экзамене, не поймут. Вообще иногда бывают продольные электромагнитные волн. Когда истинно смотрят туда, куда идут. Тут очень интересно. Когда это говоришь студентам, если они это говорят на экзамене, то их выносят. Какие продольные электромагнитные волн. Кроме одних студентов, кроме радиофизики. А радиофизики, это у них наука такая. Часто бывает, в главной сфере часто бывают продольные электромагнитные волн. И все на это вот такие голоса делают, так это не может быть. А радиофизики, конечно, это младение, знание. А оптики этого не знают. А вот радиофизики это очень хорошо. Просто дело в том, что в ионосфере... Да, это все происходит, когда электромагнитное поле приходит в резонанс собственными колебаниями электрона. И в ионосфере этот резонанс соответствует радиофизике, это не оптические частоты. А еще есть свободный электронный металл. А там этот резонанс происходит в головном области. Просто нету оптических сред, в которых резонанс происходит на оптических частотах, таких материалов. Поэтому оптики не знают про продольные электронные. А радиофизики и рентгенщики прекрасно знают. Для них это само собой не умеется. Там очень удобно, там фазовая скорость вообще любая. Это очень удобные полы. Проводящие, извините. Но только когда я их так не могу. Поэтому на самом деле истины сферических и симметричных решений для электромагнитных полных быть не может. Поэтому, господа, придется отказаться от попытки найти решение независимого от угла. И надо искать решение в виде функции, зависящего от угла. А это последнее усилие. Потерпите, пожалуйста. Нам теперь оператору А-класса надо будет расписать не только в зависимости от F, а и от F. И полностью написать оператору А-класса сферичным картином. Значит, как декартовые координаты связаны с сферическими, это общеизвестно. И надо просто два раза пересчитать координаты. Ну, там надо Никобиан будет посчитать. Знаете, такое же. Один раз в жизни это надо сосчитать лаплассианом сферических координами. Один раз надо сосчитать, успокоить. И больше никогда это не проверять. Это ему тоже не нравится. Так вот, оператор лапласса сферических координатами устроен так. Это единица на R. D2 по DR дважды от R умножителя. Вот сюда надо ставить то, на что действует. Плюс единица на R квадратик. А тут стоит так. Единица на синус тета. D по D тета. От синус тета. D по D тета. Вот так выглядит. Вот так выглядит оператор лапласса в сферических координатах. Ну и понятно, что теперь решение уравнения до ламгера надо сказать в виде Е, зависящего от R, θ, φ и d. И в уравнение до ламгера надо подставлять вот такое решение. Кстати, поскольку это будет уравнение в частных производных, можно воспользоваться прекрасной теоремой. А то, что решение можно искать как произведение функций, зависящих от разных перемен. Это решение обычно ищут как некоторую вектор поляризации. На некоторую функцию, зависящую только от R. На некоторую функцию, зависящую от углов θ и φ. На функцию, зависящую от времени. Но это, понятно, берут обычно монохроматическое решение. Эта функция называется радиальной частью волновой. Радиальной частью решения. Но в квантовой механике это будет называться радиальная частью волновой функции. А решение от углов θ и φ, эти функции называются шаровыми функциями. Когда-нибудь мы их с вами построим. А сейчас обратите внимание вот на что. Эта часть оператора ралопласса делится на F, а эта часть оператора ралопласса – всё. И на больших расстояниях это слагаемое, по сравнению с этим, что делает? Умирает быстрее. И тогда остаётся то уравнение, которое мы только что решали для истинно-филических волнов. Это я к тому, что на больших расстояниях то решение, которое мы построили, является асимпетатическим решением для электромагнитного. Поэтому мы не зря то решение устроили. Решение в виде E в степени ИКР делить на R. Оно не учитывает эффекта поливизации, а если учитывать эффект поливизации, надо, чтобы всё зависело от R и E в вид, но зависимость от R на больших расстояниях, про это можно забыть, и она будет вот так. Это мы с вами вспомним, когда будем заниматься теорией этой практики. Нам там понадобится какое-нибудь удобное, сферически симметричное решение, и мы подставим решение. Ты не у меня влепил И слёзы утираешь Вернусь я через год, А может через пять Уверен я в одном Всех не начисляешь И в том, что суждено Нам встретиться опять Уверен я в одном Всех не начисляешь И в том, что суждено Нам встретиться опять Субтитры создавал DimaTorzok